Жан-Поль Бельмондо Вы с удовольствием снимались в этих фильмах Вы работали с такими режиссерами, как Верней, Латнер, Брака И играли самозабвенно, с полной отдачей Да, вы знаете, меня часто упрекали в том, что я исполняю трюки, снимаюсь в развлекательном кино Но мне кажется, это ошибочный взгляд, потому что нужны оба кино Нужен Гадар и нужны Верной, Дебрака, Латнер Люди хотят смотреть и то, и другое А что касается трюков, я познакомился с Жилем Даламаром, королем каскадеров Мы с ним познакомились на съемках человека из Рио и очень подружились В гостиницах мы дурачили, свешивались с балкона, перелезали на 40-м этаже из одного окна в другое И он сказал мне, почему ты этого не делаешь перед камерой, зачем тебе дублировать? Я обо всем договорюсь Вот так я начал выполнять трюки Я ведь уже давно жил в городе, в 15 лет я свешивался с балкона, чтобы напугать людей Можно сказать, вы родились таким Страх над городом Не знаю, мой отец был очень робким, не то, что я Он, наверное, боялся за вас? Да, да, конечно, боялся И мать тоже, когда я прыгал с лестницы, чтобы напугать соседей Я всегда это любил, ходить по подоконнику, перелезать с балкона на балкон А потом стал это делать в кино И каждый раз я делал это с удовольствием Я никогда этого не делал по необходимости Я не сделал ни одного трюка нехотя У меня остались необыкновенные воспоминания Я висел над Катманду, над Венецией, прыгал с балконов В страхе над городом Да, в страхе над городом, в метро Это нечто Прыгать так, чтобы не задеть мост Если вы это сделаете в городе, вас арестуют, а в кино это можно Да еще деньги платят Это было огромное удовольствие Но это же очень рискованно Да, конечно Когда выполняешь трюк, главное не ошибиться, не промахнуться Трюки не рассчитаны на то, чтобы человек разбился К сожалению, Жиль де Ламар разбился, но не по своей вине Всегда стараешься сделать так, чтобы не произошло несчастного случая Потом я познакомился с Анри Жюльеном Он тоже великий каскадер, он снялся во множестве фильмов А в метро, это было настоящее метро, проходили поезда Главная сложность была в том, чтобы, находясь на крыше поезда, не зацепиться за провода Вовремя поднырнуть под них А когда подъезжали к станции, я быстро перебегал на другую сторону, чтобы не столкнуться Был один забавный случай, я всегда это рассказываю Но так было на самом деле Машинист поезда метро подошел ко мне и говорит Браво, я бы и за миллион не стал бы этого делать А я ему отвечаю, я тоже Фильм «Страх над городом» что-то изменил в вашей карьере? Он пользовался таким огромным успехом? Да, конечно К тому же я был продюсером этого фильма, он много изменил, я был сопродюсером вместе с Андрей Верной После этого я смог выпустить другие фильмы Ставистского, например Этот фильм уже намного серьезнее Я всегда старался делать фильмы обоих жанров Но, конечно, простые люди В хорошем смысле этого слова Гораздо восторженнее принимают страх над городом, чем безумного пьеро И это хорошо, нужны оба жанра Вы гордитесь успехом и того, и другого фильма? Конечно, я ни о чем не жалею Например, я очень доволен, что выпустил фильм «Воришка-неудачник» Вы там сыграли клоуна Да, 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 вы знаете В молодости я играл на больших бульварах Я начинал с бульваров Я обожал клоунаду, очень любил цирк Мама часто меня туда водила Я обожал клоунов, у меня был друг клоун Он уже умер Я обожал цирк, циркачей Жерар Ури безусловный лидер в этом жанре И Бурвиль Да, я вспоминаю Бурвиля Бурвиля, которого знал много лет назад Он всегда был веселый Рассказывал мне анекдоты А какой был прекрасный актер И Дэвид Нивен тоже англичанин Потрясающий человек, кинозвезда Кинозвезда международного класса А с Ури мы сразу нашли общий язык А потом сделали вместе «Ас из Асов», где я был также сопродюсером «Ас из Асов» — это один из ваших самых популярных фильмов Да, так же, как и профессионал Он имел огромный успех в те годы На «Ас из Асов» продали тогда за один день Семьдесят одну тысячу билетов Такого раньше никогда не было Мы с Ури плихнулись на диваны и переспросили «Вы хотите сказать семь тысяч?» «Нет, семьдесят одна тысяча» Потом такого уже никогда не было Это незабываемое ощущение, когда имеешь такой успех Когда его отмечаешь Это так здорово, что это нужно ценить Ты испытываешь настоящее счастье Разумеется, ты не думаешь только о количестве проданных билетов Это было бы глупо Ты сделал фильм с большим удовольствием И он понравился людям Это великая награда Мальчик в этом фильме Вы его как бы усыновили? Да, малыш Фераж Он недавно ко мне приходил Он стал певцом Это был потрясающий актер Потому что в кино ребенок или невыносим Или гениален Он был гениален И в жизни, и в кино Это поразительно Как Ури и вы умеете в развлекательном кино Сказать что-нибудь важное Обличить антисемитизм Да, я думаю, в этом сила Ури Он сделал то же самое в приключениях Равина Якова Заставил людей смеяться, говоря о серьезных вещах Он не заявляет Я вам высказываю свою заветную идею Вы должны понять то-то и то-то Он делает это вскользь, тонко И люди это воспринимают История этого еврейского мальчика Потрясающая история Она тронула очень многих Это гораздо важнее, чем длинные речи Которые сплошь до рядом Слишком напыщены Хотя верны по существу Критикам иногда не хватает чувства юмора Но если зрители восторженно принимают фильм Критики замолкают Да, это их всегда раздражало Они нападали на меня и на Ури И мы им написали письмо Вышел один фильм Зрители на него не очень ходили И критики считали, что это мы виноваты Но нашей вины тут совсем не было Это был фильм «Дэми» И он мне написал, что очень расстроен всем этим Вообще-то критики, как правило, Недолюбливают фильмы Которые пользуются большим успехом у зрителей Хотя сейчас они немного смягчились Ведь если они ругают фильм, а народ на него валом ходит В каком они себя выставляют цвете Так что сейчас, когда выходит какой-нибудь забойный французский фильм Они помалкивают А раньше они на нас нападали Но нас это не смущало И фильмы снимают не для критиков, а для зрителей Итак, о профессионале вы сказали Полицейский или бандит Этот фильм тоже до сих пор пользуется огромным успехом Великолепный Зрители знают, что Жан-Поль Бельмадо В каждом фильме выкладывается полностью Создается впечатление, что после слова «мотор» Для вас начинается такая свобода творчества Да, мне повезло, ведь я снимался у таких режиссеров Как, я опять возвращаюсь, Гадару или Рене Потому что, когда речь заходит о Верной или Дебрака Говорят, ну, они ему разрешают делать все, что он хочет Да, это так Хотя они умеют руководить актерами Говорят актеру Здесь перебор Здесь не дотяну Взгляд со стороны необходим Но они оставляют вам свободу творчества Не обрывают в самом начале Не говорят, нет, здесь надо делать не так Они вам не мешают А потом, может быть, попросят сделать что-то по-другому в следующем дубле Они оставляют вам радость, желание работать Как со щенками Если будете их постоянно дергивать Ничего хорошего из них не получится И Гадар, и Рене, и Верной, и Дебрака Не останавливают наш порыв Не надо вести нас за ручку Кино это не месса Мы должны развлекаться, стараясь развлечь других Очень серьезную работу Можно делать весело Училище меня упрекали в том, что я недостаточно серьезен Но я считаю, что развлекаясь Можно очень хорошо делать свое дело Вы снимались с Делоном в Борсалину Вы с ним встречались и раньше? Да, в Борсалину мы с ним вновь встретились Вы играли со многими знаменитыми актерами А есть ли у вас какие-то сожаления Что с кем-то вы не сыграли С Мишелем Симоном, например? Да, к сожалению, это так Конечно, я хотел бы сыграть с Мишелем Симоном И Жюлем Бери тоже, и с Жуве Я хотел бы быть с ними знаком Мне повезло, с Симоном я был знаком Знаком, это слишком громко сказано Я с ним встретился Я его увидел в спектакле под ветвями Сосафраса Я пришел к нему в гримерку поздравить его И выразить свое восхищение Он на меня посмотрел и сказал Да, молодой человек, говорят, это жуткая тягомотина Это такое яркое воспоминание Вам понравится, если вам скажут, что вы на него похожи Это будет комплимент? Да, конечно, комплимент Это большая честь Когда великий актер играет Даже в какой-нибудь муре В полной дребедении Он все равно играет потрясающе Это удивительно Потому что некоторые актеры очень хороши Только в хороших фильмах А в плохих они уже не так хороши А такие люди, как Симон, Жюль Бери Вы можете их увидеть в ужасных фильмах Но они потрясающе играют Пьер Броссер Пьер Броссер, конечно Известно, что у вас с ним были удивительные встречи Да, мне посчастливилось играть с Броссером Во-первых, благодаря этому я многому научился в своей профессии Около года я был рядом с ним И каждый вечер мы с Галабрю с восхищением смотрели на него на сцене Он иногда бывал выпивший, но зрители никогда этого не замечали Он был необычайно изобретателен Однажды я подрался в Сан-Жермен Об этом писали в газетах Потому что нас с Юбером Дешаном отвезли в полицейский участок И я сказал комиссару Отпустите меня Вечером я играю в спектакль вместе с Пьером Броссером Ты знаешь Пьера Броссера, негодник? Да, знаю Мы ему позвоним Если это неправда, увидишь, что с тобой будет Он звонит Броссер говорит, отпустите его Меня отпустили С тех пор Броссер считал, что я Ну, просто Марсель Сердан Думал, что с одного удара я могу вложить всех Мы с ним ходили, иногда попегали Он нам говорил, ну, давай вперед Это были фантастические ночи Вы с ним ходили по Бестро Да-да, он безумно любил Бестро Потом я с ним встретился на фильме Супруги второго года революции За полгода до его смерти Он был по-прежнему великолепен Все так же любил выпить Но на это надо смотреть сквозь пальцы Потому что он актер был незаурядный У него было феноменальное воображение Вы сказали, что жалеете, что не сыграли с Луи Жуве Но он тоже умер, когда вы начали Да, Жуве умер, иначе я попал бы на его курс Почему у вас возникло желание познакомиться с Жуве? Его фильм и тому причина Я на сцене его видел в Тартьюфе, Дон Жуане Когда я был совсем юным Я ходил в театр Увидеть его на сцене, это была моя мечта А когда я поступил в театральное училище Хотел попасть на курс Жуве Но, увы, он умер Может быть, он меня не взял бы Не знаю, но я очень хотел с ним познакомиться Послушать его Жан-Поль Бельмадо Это воплощение жизнелюбия Вы снимались у Клода и Лелюша в «Баловне судьбы» Сюжет этого фильма немного в духе Жака Брэля Человек бросает все Едет на край света в поисках настоящей жизни Мне кажется, Лелюш сказал, что Жан-Поль любит жизнь, а жизнь любит его Иначе говоря, быть актером – это значит любить жизнь Мне кажется, эта профессия немыслима без любви к ней И быть звездой – это не главное Это просто дополнительная удача, которую тебе дает тот, кто над нами, безусловно Но вы вполне можете быть безумно счастливым человеком, не будучи знаменитым Вам дана радость играть, говорить, читать стихи, видеть зрителей в зале, быть наверху Это так же, как мой отец испытывал удовольствие, имея дело с глиной А я испытывал удовольствие, имея дело со словами, с текстом, с публикой Я не боюсь говорить, что люблю публику Я сейчас ездил в турне со спектаклем «Фридрих» И всюду встречал восторженных зрителей Это было здорово, это как наркотик Но с каким же удовольствием я играл и небольшие роли Я был счастлив появиться и сказать одну фразу Или две-три фразы Я всегда об этом говорю молодежи, когда ко мне обращаются Говорят, я хотел бы сниматься в кино Если вы мечтаете стать звездой, об этом надо забыть Надо иметь желание встать на сцену и произнести текст И быть скромным вначале Сказать, да, я согласен на маленькие роли Согласен произнести два-три слова А если сразу мечтают стать звездой, это опасно, я не советую Трудно себе представить, как вы играли кино Возвращение в театр и жуткий страх перед выходом на сцену Это был огромный риск Да-да Но ты и потом каждый раз рискуешь Чем хороша эта профессия, так это в частности тем, что Каждый раз приходится все делать заново Люди иногда говорят, ну что вам стоит Нет, это не так Выход на сцену, это всегда риск Если вы сегодня оплошали, былые заслуги вас не спасут Когда я стал играть кино Да, я был кинозвезда, и многие не знали, что я в свое время играл и в театре И вдруг, через 28 лет, вместо того, чтобы сыграть в каком-нибудь небольшом спектакле Как я это предполагал, я сыграл в одном из самых больших спектаклей Который длился 3,5 часа И у меня была потрясающая роль Слава Богу, я с ней справился Но в тот день, перед спектаклем, я в 5 часов сел в машину Думая, что у меня ничего не получится Я слишком волнуюсь И вдруг вспомнил о своих детях, родителях Вы поехали не знаю куда Да, куда глаза глядят И вдруг подумал, что же я делаю Как только выходишь на сцену, все проходит До этого дома в гримерке поджилки трясутся Но стоит выйти на сцену, ты счастлив Все отступает Бояться нужно Страх перед выступлением составляющей профессии Всегда побаиваешься Даже когда я играю в Серано, например, больше года Фридриха, то же самое Все равно страх присутствует Если не волнуешься, значит тебе наплевать на зрителей А это плохо Говоря о страхе, я вспоминаю, как вам стало нехорошо в Бресте Может быть это раздутая история Еще как раздутая Говорили, что это с Бельмондо, он устал Мне просто не повезло Был бы я дома Посидел бы спокойно И все было бы в порядке Но, к сожалению, я был на сцене Я тогда играл во Фридрихе Одновременно снимался в кино Потом поехал на Кубу на съемки Вернулся в пять вечера В семь снимался фильмы Блие А через три часа уехал на гастроли Потом на сцене почувствовал приступ усталости Вышел передохнуть В зале оказался врач Он сказал, нет-нет, вам не надо возвращаться на сцену Отвез меня в больницу Меня обследовали Сердцем оказалось, что все в порядке Пришлось всех успокаивать Кого не встречаю на улице, все спрашивают Как вы себя чувствуете? Хорошо, очень хорошо Вы не хотите брать пример с Мольера? Нет, не хочу мерить на сцене, это точно Сердце у меня в порядке, все хорошо Я в отличной форме Не надо вывешивать бюллетени в состоянии здоровья Ха, да, как Миттеран Но вообще-то это очень трогательно Люди переживали за меня Я получал массу писем Вот она, зрительская любовь Да, меня это очень тронуло Такая любовь Даже сейчас, когда зрители и люди интересуются моим здоровьем Меня это трогает Я говорю, все хорошо, не волнуйтесь К тому же я понял, что это нормально Если актеры уходят со сцены Это действует на людей Они за него боятся Может быть, я чересчур добросовестный В тот день мне не надо было выходить на сцену Я был слишком уставшим Надо было передохнуть пару дней Нельзя приносить себя в жертву публики Хочется приносить себя в жертву Поэтому я и вышел на сцену Я такой же, как все актеры Я не один такой Несмотря на неприятности, на болезни Что бы ни случилось, актер выходит на сцену И обычно, когда ты выходишь, все проходит Но усталость, это другое дело От нее никуда не денешься У вас никогда не было И вместе с тем я не хочу, чтобы зрители видели перед собой Этакого доходягу Дескать, сейчас соберу силами и произнесу свою реплику Вы всегда готовы исполнить трюк Но вы думаете, что придет время, когда вы скажете себе Все, пора заканчивать Я считаю, заканчивать надо, когда перестаешь любить то, чем ты занимаешься Если когда-нибудь поплетусь в театр бормача Как же мне не хочется идти Значит, пора заканчивать Честно говоря, со мной такого еще никогда не было Каждый раз после пяти часов вечера Я испытываю легкое возбуждение, волнение И пока это будет так Я буду играть Я перестал делать каскады Это звучит претенциозно Но я мог бы продолжать их делать Когда понял, что сделал уже все, что мог Уже не было того удовольствия Ну и два месяца, проведенные в больнице Два месяца в больнице Полгода простоя Это тоже повлияло Я понял, что уже хватит Надо тормозить Удовольствие я исчерпал А в театре и в кино не исчерпал Может быть, публика будет уже смотреть на меня Бед всякого удовольствия Но это другой вопрос Тогда эти покажут на дверь Но сам, я думаю, я очень избалованный как актер Мне грех жаловаться Я был очень избалован У меня были прекрасные роли Я имел большой успех Я всегда играл с огромным удовольствием Я это брошу только в том случае Если однажды проснусь и подумаю Как же не хочется идти в театр Я сейчас опять вспомнил о вашем отце Вы, кажется, однажды видели у него дома Подборку хвалебных статей о вас Вы испытали гордость в этот момент Да, я был очень тронут этим Честно говоря, я не из тех, кому на все наплевать Сначала все собирают рецензии А после 40 с лишним лет актерской карьеры Уже неинтересно читать статьи о себе Ведь это своего рода игра критика и актера Как говорится, актер хочет, чтобы его любили А критик хочет, чтобы его ненавидели Хороший критик умеет вызывать к себе ненависть Если критика любят, значит, это плохой критик Если он всех восхваляет, о нем никто не говорит Хороший критик вас раскритикует Он раскритиковал Бельмондо И о нем начинает говорить Но там было дело другое Потому что критиком был Франсуа Морьяк Он писал заметки Когда я играл в одном спектакле Всю свою заметку он посвятил моей игре И отец отдал мне это Я был счастлив, потому что родители радовались за меня Вы были счастливы, потому что родители гордились вами Да, конечно Я думаю, дети всегда рады, когда родители гордятся ими И не важно, чем вы занимаетесь Вы можете быть кондитером Вы сделали хороший торт Или хорошую мебель Не только актеры могут радовать своих родных И не только ваша популярность делает их счастливыми Главное это то, что вы хорошо делаете свое дело Хорошо играете Мой отец был счастлив, когда у него получалась хорошая скульптура И не потому, что все говорили Ах, какая хорошая скульптура А потому, что он ее сделал хорошо У нас то же самое Ты рад, когда чувствуешь, что зрителям понравилась твоя работа Ты хорошо сыграл У зрителей всегда должно быть впечатление, что тебе легко Далась эта роль Нельзя им говорить Это было очень трудно Очень трудная роль Их это не касается Когда я прихожу в ресторан, я не хочу, чтобы ко мне подходил повар И говорил, с каким трудом приготовил этот бештекс Зрители должны думать, что актеры очень легко играются Люди платят деньги И вы должны их развлекать Будить их воображение Или смешить Вы не должны говорить им То, что я делаю, это так трудно Что для вас самое главное в жизни? Работа, разумеется Кино, театр А еще Семья? Да, конечно, семья Я ведь итальянец по происхождению Моя бабушка и дедушка были итальянцы Они даже не говорили по-французски Я воспитывался в своей семье Потом у меня появились дети Внуки Это все моя семья Это как бы ваш родной театр Да, да, да У меня есть еще брат Семья для меня имеет Первостепенное значение И я думаю, что мне это очень помогло в жизни Успехи не всхружили мне голову Потому что семья была всегда рядом К тому же мне служил примером отец Он всегда был очень прост в общении И мать у меня была тоже потрясающая женщина Она была маленького роста И очень волевая Во время войны Мой отец был на войне Мы жили в Рамбуе Там шли бомбежки И она вместе с нами Ездила на велосипеде За 7 километров за картошкой Она не умела ездить на велосипеде И через каждые 3 километра падала Но я ни разу не слышал, чтобы она жаловалась К концу жизни Она ослепла И все равно не жаловалась Поэтому я тоже никогда не жалуюсь Когда такой пример перед глазами Нельзя жаловаться на то, что у тебя что-то болит И так работа, семья Ну и друзья, наверное Да, друзья тоже Марсель, Вернье Те, с кем вы учились в театральном училище Вы с ними никогда не расставались? Верность дружбы для вас тоже имеет большое значение Да, но и для них тоже, я думаю А то мы все обо мне говорим Это мои друзья Не стал бы я знаменитым Они все равно остались бы моими друзьями А стали бы они знаменитыми Они тоже остались бы моими друзьями Или если бы никто из нас не прославился Все равно мы бы не расстались Популярность, слава тут ни при чем В этом плане мне повезло Мне иногда говорят Вы часто берете своих друзей То да сё Но мне повезло, что мои друзья еще и хорошие актеры Большие друзья и большие актеры Повезло мне Да, они играют в моем театре Я очень рад, что у меня играет Марьель Не потому, что он мой друг А потому, что это великий актер Это замечательно, что он работает в моем театре Тут прогуливалась собачка Собак вы тоже любите? Да Я с детства привык к животным Мама любила кошек У нас дома было 5 или 6 кошек А я в молодости Завел собак Я их очень люблю У меня была сучка Майя Она умерла год назад Это была необыкновенная собака Йоркширский терьер Я не хотел терьера Это была собака моей тогдашней подруги Я говорил, нет, не хочу Что это за собака Она все время пряталась и ждала меня Тогда я сказал, ну ладно, возьму ее И взял ее с собой в ресторан С того дня она со мной не расставалась Представляете, я появился в ресторане с собачкой под мышкой Надо мной смеялись Она долго у меня прожила и многое мне дала Собака это удивительное существо Я говорю о ней Потому что однажды я исполнял трюк Тот самый, после которого полгода пролежал в больнице Когда я делал резкие повороты на машинах Я брал ее с собой Чего я только не делал у нее на глазах Она ко всему привыкла А в тот день я должен был висеть под самолетом Когда я готовился, она вдруг стала кусаться Лаять, она никогда не лаяла А тот лает на меня, кусается Через две минуты я упал Это кажется глупым, но Меня отвезли в больницу Друзья пришли меня навещать И принесли собаку Она лаяла, врач сказал Собакой нельзя, но все-таки пропустил Увидев меня, она успокоилась Собачья любовь это что-то потрясающее А та собака, которая вам случайно подвернулась Не чистопородная, которую вы привезли со съемок Да-да, из Румынии Вам, наверное, говорили Месье Бельмонто, если хотите Мы вам дадим хорошую, красивую собаку А это искалечено Я увидел эту собаку на съемках в Карпатах У нее было три лапы Она просила еду только у меня Из всей съемочной группы Я не мог ее бросить Вы ее сразу полюбили? Да И когда хотел ее увезти, румыны говорили мне У вас есть прекрасная породистая собака Я отвечал, нет, я хочу эту Неужели вы ее возьмете? И я все-таки увез ее И она прожила у меня 16 лет Замечательная собака, трехлапая Но прекрасно прожила и была счастлива А эту собачонку я нашел в Булонском лесу Я никогда не покупал собак Они всегда появляются случайно Как и друзья Да, друзья не покупают Зрители, наверное, тоже вам дороги Они вас так любят Да Актеры, которые говорят Мне надоело давать автограф И все прочее Совершенно неправо Если человек просит у вас автограф Он вам, конечно, скажет, что вы лучше всех Он это скажет и любимому другому актеру Которого вы встретили Это нормально Он счастлив, что увидел вас Ему от вас больше ничего не надо Но в конце концов Нас создают зрители Им нравится то, что мы делаем Как мы играем Они вас любят Они вас называют бебель Не знаю, нравится вам это или нет Но это выражение любви Да, конечно И когда со мной случилось то, о чем мы говорили Слава Богу, ничего серьезного Но я увидел, что люди действительно меня любят Меня это очень тронуло Когда стоишь на сцене, ты чувствуешь зрительскую любовь Это дорого стоит Когда спрашивают, что вы предпочитаете, кино или театр В театре зрители живут вместе с вами Это, можно сказать, третий партнер Это, так сказать, наркотик И хороший наркотик Какие у вас были сильные впечатления в жизни? Назовите какое-нибудь То, что помните Что касается сильных впечатлений Я могу с вами поговорить о своей работе Я не люблю говорить о своей частной жизни А что касается работы То, когда я играл кино Это был платный спектакль, разумеется Так вот, на последнем спектакле Он шел уже больше года Был полный зал И весь зал запел Мы не прощаемся Это незабываемое впечатление Такое может быть только в театре В кинозале люди смотрят фильм Они могут вам аплодировать Устроить овацию Это тоже очень приятно Но они видят то, что уже давно снято А здесь вы только что отыграли И люди поют вам Мы не прощаемся Поэтому я продолжаю играть в театре Если они скажут Хватит, хватит Тогда я уйду из театра А вы хотели бы испытать еще какие-нибудь сильные эмоции? Думаю, да Вы еще о чем-то мечтаете? Конечно Мечтаю сыграть Шекспира Я его еще не играл В Комедии Францесс? Хотите, чтобы вас наконец взяли в Комедии Францесс? Вас туда никогда не приглашали? Да, никогда не приглашали У меня нет никаких шансов попасть в Комедии Францесс Там совсем другие актеры Вы могли бы сыграть Скопена Эта роль как раз для вас Или в Мещнине во дворянстве Я с удовольствием сыграл бы и в Скупом Сыграл бы и от Элла Я хочу сыграть эти роли И может быть еще какие-нибудь Я сыграл бы их скорее в своем театре А не в Комедии Францесс В этом театре вытают призраки Тени прошлого Вы любите подолгу сидеть здесь Погрузившись в эту атмосферу Среди фотографий Напоминающих о знаменательных событиях Дюма, Саша Гитри Да, Саша Гитри, Лабиш Это сама история И вы ее продолжатели Да, это сама история Я горжусь тем, что это мой театр Где работали драматурги, актеры Которые привили мне любовь к театру Не только мне А целому поколению Они передали эстафету И я надеюсь, что, глядя на меня, кто-то тоже захочет стать актером У вас были в жизни тяжелые моменты Разочарования Предательства Да, как и у всех Но все-таки у меня в жизни было больше хорошего, чем плохого Мне грех жаловаться Плохой вы забываете? Да, мне повезло в жизни Мама мне говорила, что я прирожденный оптимист Это правда Я вижу во всем светлые стороны Не обращаясь к психоаналитикам Я всегда думаю о хорошем А не о плохом Я не злопамятен Если кто-то сделал мне гадость Я не вцеплюсь ему в горло Не злопамятен в том смысле Что стараюсь об этом забыть Если человек меня предал Я с ним больше не встречаюсь Только всего Я с ним расстаюсь на всю жизнь Друзья меня, правда, никогда не предавали Если вдруг тебя предал С ним надо расстаться Любовь тоже очень важна для вас Да, конечно В этом плане я тоже избалован Баловень судьбы У меня были женщины, которых я очень любил И они платили мне тем же Даже если мы расставались Все равно оставались хорошими друзьями С женщинами, с которыми я жил и которых любил У меня до сих пор хорошие отношения Я считаю это ужасно Когда люди любят друг друга Потом расстаются, так складывается жизнь И они хотят слышать друг о друге Это ужасно Мне повезло Жена родила мне чудесных детей Род Бельмондо продолжается Так природа захотела? Да, природа У меня были, разумеется, и другие женщины Которые мне многое дали Женщины нам многое дают Это очень важно Я всегда был им признателен И они мне тоже Так что в этом плане я очень избалован Ваше жизнелюбие Вам передалось от отца? У отца я скорее научился смирению Он был очень большой художник Но люди не подозревали, что перед ними крупная фигура Потому что он был очень скромный Он всегда мне говорил, что самое прекрасное в жизни Это реализовать свою страсть Мой сын автогонщик Я не могу помешать ему участвовать в гонках Хотя я и боялся за него Потому что он смог реализовать свою страсть Они все это могут Если ты можешь заниматься тем, чем ты хочешь Неважно, насколько успешно ты это делаешь Главное, можешь Значит, тебе повезло Ну и, конечно, надо работать Дар – это еще не все Дар – это алмаз, который нужно обрабатывать Если у тебя есть к чему-то дар К спорту или к актерскому мастерству Неважно Но ты не работаешь Что одного дара мало Ты можешь быть прирожденным боксером У тебя сильнейший удар Но если ты не тренируешься, ты не победишь У актера то же самое Он может быть талантлив Но если не совершенствует мастерство То долго на цене не продержится Большое спасибо, Жан-Поль Бермондо И вам спасибо Удивительная была беседа Я очень рад Огромное вам спасибо До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому